всем привет вы на канале тренер хапаев я делюсь некоторыми фрагментами очень небольшими но сфокусированными тем чем я занимаюсь в своей группе в закрытой где люди со всего мира тренируются со мной коксартрозники сколиозники гоноартрозники сейчас я расскажу сегодняшнюю концепцию тренировки основной смысл в том что многие болеющие кто любит заниматься то есть боль убирать через тренировки многие болеющие зацикливаются на какой-то группе мышц и забывают про другие и бывает так часто что работая с одной группой мышц возвращается потом назад думают что там то у них было все хорошо но и там оказывается становится плохо вот сейчас я попытаюсь объяснить я этот закон называю у себя действие равно противодействию то есть нужно очень гармонично сочетать вот последние два три видео кто не смотрел посмотрите я говорю о перекосе таза когда у вас поясница сокращена я сейчас два пункта укажу поясница сокращена и сокращены вот в паховой части сокращены мышцы прямые мышцы квадрицепса партняжная мышца подвздошная мышца но подвздошно связано с поясничной то есть здесь передняя часть сокращена а здесь поясница квадратные мышцы спины разгибатели все время находятся в напряжении они антагонисты то есть здесь наклоняешься сокращаешь тут растягивается здесь сокращаешь поясницу здесь растягивается это мышцы которые в противоречии находятся поэтому что я делаю объясняю сегодня на уроке что когда вы растягиваете но это вы должны пройти предварительный курс там все-таки локально надо поработать но когда вы уже понимаете в чем смысл когда вы растягиваете поясницу ну давайте вот на вытяжке покажу вот вариант вытягивания спины поясницы квадратные мышцы широчайшие мышцы спины вот идет вытяжка мы вытягиваем ее но при этом вы видите что передняя часть фронтальная она сокращается у некоторых это вызывает уже болезненное состояние и они не хотят растягиваться ну вот вы растягиваетесь стоит там долго две три пять минут на разных уровнях вот вы растянулись достали до пола спина ваша уже достаточно гибкая растянутая вы сделали три четыре подхода ягодица растянулась икроножная подколенные сухожилия бицепс по всей длине произошла растяжка у вас замечательно а спереди все сократилось все сократилось сразу же берете ну я беру колесо вы берете там фитбол и укладываетесь на него и потихонечку начинаете растягивать фронтальную часть по всей линии да вот грудная часть пресс вся вот эта зажатость здесь будет давать осложнение здесь все соединено фасцами все любое напряжение сверху на периферии даст вам напряжение усилит напряжение здесь поэтому сначала руки плечи и грудь и потом уже паховая часть квадрицепс вы растягиваете мышцы антагонисты то есть сначала вы тянули спину теперь вы тянете пресс грудь с другой стороны тут нужно каждому поймать время временной промежуток чтобы одно не портило другое чтобы после вот этой растяжки противоположной вы могли обратно встать наклониться и почувствовать что у вас не пропала растяжка здесь то есть мозг заставить свой мозг работать в абсолютно противоположных действиях то что для ребенка не представляет для подростка не представляет никаких сложных алгоритмов действия для вас это стало сложно выполнимо это все для вас тяжесть неприятность ну и конечно же вы потом когда растянулись на всех мышечных вот этих поездах здесь спереди сзади можно перейти уже на локальное растяжение и повыдавливать более жестко паховую часть через квадрицепс после той подготовки уже здесь пойдет все как по маслу посидеть ягодицами на пятках понять что у вас растянулся хорошо квадрицепс коленные суставы растянулись связочный аппарат сухожильный аппарат здесь все растянуто и таким способом вы контролируете соединяете несоединимое здесь у вас растянулась хорошо и вы опять сокращаете и таким образом вы работаете изо дня в день постоянно я вам скажу что я не димнаст я работаю со штангами у меня большие веса загружены ноги загружено все тело я это выполняю как профилактику потому что знаю что у меня есть коксартроз второй степени который не несет мне никаких переживаний у меня есть протез после асептического некроза который является совсем другим заболеванием и не надо связывать эти два заболевания вместе они могут проходить абсолютно отдельно доказательство тому вот коксартроз 12 лет никакого асептического некроза здесь нету поэтому с ним легко работается и я его держу закупировал и держу в полном порядке поэтому захотите ко мне в группу под видео увидите адрес контактов туда надо написать в личное сообщение я с вами побеседую и мы решим интересно вам будет или неинтересно в группе спасибо за внимание живем без боли и все будет хорошо